Накануне Дня города в столице прошел международный форум экономического сотрудничества. В этом году он объединил гостей из 29 стран. В ходе форума Минский технопарк и индустриальный парк в Казани подписали соглашение о сотрудничестве. Минск – город, открытый для новых совместных идей и проектов. Это сотрудничество может работать таким образом. Например, научно-исследовательскую или опытно-конструкторскую работу заказывают у наших резидентов технопарка. Либо наоборот. Освоение производства можно разделить. А можно обменяться опытом и побывать у друг друга в гостях и в то же время на местах решить какие-то точечные проблемы, вопросы либо какой-то создать новый продукт. Мы тоже 18 лет в данной сфере. Накопили очень много опыта, который будет полезен и в России, и в зарубежных в том числе странах. Поэтому обмен опытом и в том числе какие-то новшества, которые применяются у вас здесь, в технопарках, как вы развиваетесь дальше, как движетесь. Для нас это очень важно. Мы это перенимаем. Сегодня в Беларуси работают 16 технопарков. Пять из них в Минске. Столичный городской технопарк крупнейший в стране. Он сосредоточен на нескольких площадках. На одной из них с экскурсии побывали иностранные гости. Делегатам показали достижения резидентов технопарка. Один из резидентов Минского технопарка и гордость разработок. Беспилотный аппарат вертолетного типа применяется в гражданском секторе для обследования линии электропередачи нефтегазопровода. Между прочим, все производится, собирается в этих стенах. Разработки для космоса, элементы умного дома, системы управления транспортом, медицинские и ветеринарные препараты. Эти и многие другие направления развиваются в технопарке. Резиденты выпускают инновационную продукцию, которая пользуется спросом и у нас в стране, и за рубежом. Такие резиденты вносят большой вклад в развитие промышленности и вашей страны, наверное, и в целом всего мира. Потому что, как сказали коллеги, более 90% комплектующих производится в Беларуси. Это на самом деле дорогого стоит. Соглашение предполагает активное взаимодействие сторон, включая обмен информацией и опытом, что станет основой для успешной реализации совместных инициатив. Полина Макея, Александр Мирошниченко, Агентство Минск Новости. Субтитры создавал DimaTorzok